Ну, я так же согласен со своим защитником, что да, все верно. Все, что он сказал, все верно. А как вы считаете, сослужили бы такой пункт? Ну, я думаю, наверное, да. Наверное. Никита, скажи нам на камеру, ты сам раскаялся? Да, да, конечно, мне не стоило этого делать. И раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести свои извинения. Извинись. Да, ну, я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком осказал их и делал их чувства. После того, как ты выйдешь на свободу, как ты считаешь, твое поведение как-то исправится, будешь раскаяться, что ты будешь делать? Ну, я пока еще не определился. Я думаю, может, во время тюремного заключения я и определюсь, там будет видно. Вы ранее говорили, что вы занимаетесь изучением Корана, а успехи? Нормально, успехи, успехи есть. Как у вас отношения складываются с камерниками? А я один. Все время один? Да. Переживаете за свою безопасность? Я нет. После случившегося сезон нет? Нет. Это вообще не актуальный вопрос. Обжалование приговора, да, безусловно, будет. Я полагаю, что и сообразно подавать свои жалобы. Считаю, что судебной коллегией по уголовным делам Государства по Чеченской Республике должна быть она на сцене по законности и обоснованности настоящего приговора. Что думаете о приговоре? Я думаю, что приговор постановлен неверным ввиду того, что действия подсудимого нельзя квалифицировать по совокупности преступлений. А именно по части 2 ст. 148 и части 2 ст. 113. То есть действия подсудимого по сожжению Корана не образуются в совокупности преступлений и не могут быть квалифицированы в уме статьи. Подсудимый раскаялся? Да, безусловно, подсудимый раскаялся, принес извинения в ходе судебного следствия всем позитившим. У меня вопросов нет, если есть у коллег. А также всем даже присутствующим в зале на суде.